А сегодня в Британии внимание СМИ приковано к Уимблдону. Здесь завершился знаменитый теннисный чемпионат. И в этом году силовики следили за ним, пожалуй, пристальнее, чем журналисты. За полтора столетия такие меры безопасности предприняты тут впервые. Светлана Чернецкая из Лондона. Клубника со сливками – официальный вкус Уимблдона. За этим лакомством всегда очереди. Организаторы уверяют, ягоды доставляют прямо с грядки. И со времени сбора проходит не более суток. За две недели турнира здесь съедают 150 тысяч порций этого десерта. Мы даже исследования проверили, что для наших гостей поход на Уимблдон – это не только теннис, но и удовольствие от всей атмосферы. И клубника со сливками – это ключевой момент. Это лакомство – часть традиции. От обычаев здесь не отказываются. Уимблдон – единственный из турниров большого шлема, где остались верны травяному покрытию. Хотя оно самое непредсказуемое и сложное. И обычно именно его спортсмены винят в своих неудачах. Впрочем, в этом году нареканий почти не было. Ухаживать за кортом очень сложно. Во-первых, потому что по большей части все зависит от погоды. Я, бывает, ночами просыпаюсь и читаю, какой будет прогноз. Для травы идеально, когда не слишком жарко, но и не холодно. В идеале, чтобы прошел небольшой дождь. Дождь – это еще один неотъемлемый атрибут Вимблдона. Он часто вносит свои коррективы в игру, прерывая матчи на часы и даже дни. Ну а к традициям турнира в этом году добавили еще одну – вооруженных до зубов полицейских. Также сотни офицеров в штатском дежурят в толпе. Меры предосторожности здесь беспрецедентные, что неудивительно в свете последних терактов. Впервые за 140-летнюю историю Вимблдона все дороги переграждены специальными блоками, чтобы предотвратить наезд машин на пешеходов. Систему безопасности пересмотрели, когда узнали, что в охрану Вимблдона пытался устроиться один из террористов, напавших на людей на Лондонском мосту месяц назад. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Британское бюро телеканала «Интер»